В основе проекта «Везде театр» лежало желание попробовать что-то новое, освоить другие театральные форматы и способы общения. Молодые актёры Саровского драматического театра делают этот проект буквально на коленке, не прибегая к помощи декораций, костюмов и других атрибутов театра. Даже само действие происходит не на сцене. Второй спектакль эскиз проекта покажут 17 января в 18 часов в Молодёжном библиотечно-информационном центре. Свой путь – это история о том, как время и эпоха влияют на людей. С помощью текста и музыки хотим погрузить зрителей в эту историю максимально подробно и в чистом виде донести её до слушателей, чтобы уже некие картинки, ассоциации, воспоминания, не знаю, что угодно, чтобы всё это возникало у зрителя в голове, а не мы им показывали. Помимо постановки эскиза Евгений ещё исполняет одну из ролей. Вместе с ним текст читает Елизавета Казачкова. Помогают им музыканты из группы «Эшер» и коллеги по цеху. Это здорово, что кроме моей постоянной занятости в театре, кроме репертуарных спектаклей, есть ещё возможность что-то сделать, что-то показать. Мне кажется, это вообще здорово для города, для любого Тимури, для нашего маленького Сарова. Это классно. Просто прийти, просто послушать, просто отдохнуть. Первый эскиз спектакль, показанный в городском музее, вызвал ажиотаж среди зрителей. Билеты разошлись очень быстро. Поэтому в этот раз было решено сделать свободный вход, поскольку зал библиотечно-информационного центра сможет вместить всех желающих. И после показа там было ограниченное количество мест. Многие писали в группе, что хотелось бы ещё раз посмотреть, потому что не успели. А в этот раз у нас заявлено без билетов, то есть могут прийти все. Я думаю, это городу очень интересно и понравится. После показа спектакля актёры предложат зрителям обсудить постановку. В этом году в рамках проекта «Везде театр» будут подготовлены ещё два спектакля-эскиза, также по пьесам молодых авторов. Екатерина Опёнова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.